Продолжение следует... Продолжение следует... Это журнал, который сделали студенты какого-то лондонского колледжа на краю Лондона. И сделали его в 2010 году для того, чтобы искать... Они были марксисты, они были анархисты, искать новые политические артикуляции. Журнал существует до сих пор. Кальп написал туда текст в 2015 году с тем, чтобы переопределить концепцию субъекта. И, значит, первый абзац... Я его даже прочту. Моя задача – обновление теории, следующей риторику применительных теорий субъекта. Я утверждаю, что теория аффекта должна заменить прежнюю психоаналитическую модель интерпелляции. То есть потом будет разбираться модель интерпелляции в разных вариантах. Я буду рассматривать это еще на материале «Банальные риторики». Слово «банальная риторика» меня страшно заинтересовало. А именно, кого он туда записывает? Банальную риторику. Кибернетическую субъективность, производимую биржевыми сводками, корпоративным учетом, национальными бюджетами, компьютерными языками, математикой, научными функциями и уравнениями. То есть это Лазарата. Ну, Лазарата – это операист. То есть это внутри левой итальянской группы, которая начинала в 60-е годы, переопределять теорию труда, трудовых отношений, политики. И именно оттуда выходит книжка «Верна». Не забыл, как она, грамматика сообщества, по-моему. Где он… Что? Грамматика множества. Где он вводит понятие непродуктивного труда, новые формы труда, которые включают психологические затраты, необходимость психологической работы, коммуникационных усилий. То есть когда девушка сидит где-нибудь на ресепшене и непрерывно должна общаться с разными людьми и даже испытывать некоторые сложности в общении с людьми и опасности, она зайдет бандит с пистолетом или какой-нибудь харассмент. Вот это считается, поверно, очень трудным трудом нового типа, который формируется из таких трудовых затрат, которые раньше не понимались как труд. То есть она не поднимает тяжести, она не производит товары, она занимается трудом виртуоза. Она из своего ресурса производит вот этот коммуникационный труд. Ну, если я правильно все помню, если я неправильно помню, то вы говорите. И, соответственно, эта линия Вирна, а линия Лазарата, ну и вообще такой критики нового капитализма, она связана с тем, что субъективность рассыпана, у нее больше нету этого сакрального освободительного потенциала, то есть нет свободы воли, потому что субъект рассыпан на множество калькуляций, представляет из себя дату, большие данные, которые собираются алгоритмами, которые заведомо уже коррумпированы через властные представления о контроле, интенсивности и так далее. Эту линию с властными интенциями дигитальной культуры начинает, ну, где-то, ну, я бы сказала, это манифест хакера. Маккензи Варка, когда он делит новый капитализм на два класса. Тех, кто производит новые коды, испытывает сложности, пытается их решать, взламывать прежние властные политики и артикулировать собственную культуру, собственное существование и политику как бы в новых условиях. И есть второй, это класс хакеров у него, класс тех, кто производит. И есть класс векторалистов, которые это присваивают в собственную пользу. Это те, кто занимает привилегированные позиции в сети. Это могут быть провайдеры, могут быть, там, не знаю, ФСБ, Роскомнадзор и так далее. И они, в свою очередь, векторалисты, производят отбор данных. И, соответственно, происходит опять как бы политическое вытеснение. Ну и вот это, видимо, он называет банальной риторикой. Почему банальной? Я не знаю, как вы считаете. Потому что это риторика борьбы с капитализмом, которая работает на тех критических моделях, которые были изобретены для прежнего капитализма. То есть, чего здесь нету. А не является ли это новая риторика, большие данные и так далее, одновременно еще и обустраивает политику хакеров, класса хакеров. Или это только для класса векторалистов. Ну вот как бы банальная риторика, риторика, работающая с позиции, критически работающая с позиции векторалистов. Здесь нет векторалистов в этой статье, но я просто сделала экскурс в развитие рефлексий по поводу классовых отношений в наш цифровой век. Значит, что Кальп утверждает? Что теория аффекта должна заменить психоаналитическую модель властного определения субъекта. То есть, лицуслеровскую модель интерпелляции. Ну вот прежде чем развернуть аргументацию, позволю себе предваряющий обзор. Во-первых, я начинаю с рассмотрения важной аксиомы критической теории и риторики, что субъективность производит риторика. Ну или в другой интерпретации субъективность производится символическим порядком. Или в другой она производится языком. Или отношениями власти. Это все из разных теорий, но примерно одно и то же. И это концепции 60-х, отчасти 70-х годов. И здесь даже работа, по-моему, более позднего времени. Чекана, движение чекана в квебеке. Наиболее популярным объяснительным механизмом является теория, базирующаяся на символических опосредованиях Лакана и Альцусера. Но дальше начинается критика. Кто-то утверждает, что теория Лакана и Альцусера не создают субъекта. Они создают гражданина, то есть имеется в виду, наверное, какой-то аватар, репрезентант гражданина на политической сцене. Я иду прямо по тексту, поэтому если кто не читал, то ничего страшного, вы можете включаться в интерпретации. Пока у нас вот есть банальная риторика и интерпелляция. Давайте. у нас, по-моему, никто не сможет его проверить. Алло. Что? Алло, алло. Так, я не знаю. Алло, алло. О, по-моему, раф. Не, ну почему же? Хорошо, когда всех слышно. И плохо, когда кто-то один все время говорит. И вот он собирается исследовать язык инфраструктур, чтобы показать, что риторика подстрекает субъективность, не учреждая при этом людей, даже не обращаясь к субъекту. То есть у него вообще очень дерзкая задача показать возможность другой риторики, ну, то есть другого языка идентификации, политики, которая проскакивает через определение субъекта, но при этом удерживает политику. То есть мы политичны, несмотря на то, что мы не представлены в качестве как бы пафосных субъектов. И это наводит довольно сложно, приводит к сложной проблеме, потому что мы привыкли, ну, еще и с классических времен, рассматривать политику через субъекта. В политике может участвовать только тот, кто умеет говорить, кто кого-то представляет, кто может сидеть в парламенте, ну, как бы джентльмен, который не врет и который обладает знанием законов. А все остальные – это мусор на улице. И наоборот, мы как бы долго оборвались за то, чтобы наоборот опыт конкретного человека был слышен, чтобы он дополнил универсальную картину. Потому что как будто это модерновый тоже шаг, да, как бы накидывал, что вот из чего вырастает язык инфраструктуры. Это явно из тех политических обстоятельств и акторов, в которых мы находимся, правильно? И составляется язык описания. Но он также очень может быть репрессивной, наверное, сеткой какой-то, да, которая накидывает понятия. Но с другой стороны, для малых групп, для крупных политических явлений это, наверное, очень круто. Чтобы не залипать вот в реально банальную риторику, например, да, ты из обстоятельств конструируешь новый язык описания, который позволяет выйти из вот этой, ну, типа, критики, ну, старого капитала, условно, да, ну, как бы, понятия капитализма. Ну, я вот, ну, типа, у меня нет готовых никаких выводов, но мне кажется, вот эта штука очень интересная, типа, сама по себе, о чем вы говорите язык инфраструктуры. Я понимаю, дальше идет дробление субъекта, индивида на множество актов, которые считаются через, ну, как бы, новый принцип счета. И тогда здесь нужно провести разделение, да, какие идут в сторону той политики или другой. Ну, к этому еще нужно прийти. Значит, он обещает. Я делаю два вывода из рассмотрения банальной риторики. Первый выбор. Выбор не должен привязываться к риторике, которая окликает народ, активирует идентичности и предусматривает символическую программу. А второй – это политический запрос на риторическое сопротивление не может возникать из отчетливых прежних антиобщественных или внезаконных дискурсов. То есть, если мы считаем, что власть работает по нашим телам, а нам надо сопротивляться, то мы не производим политический дискурс, во всяком случае, современный. Мы находимся вот в старой аксиоматике, что мы заведомо обладаем свободой воли. Ну и дальше, значит, он начинается с рассмотрения альтюсеровской позиции и переводит как бы с субъекта язык-оклик. Альтюсер – это оклик. Власть тебя окликает, и ты становишься субъектом. А вот этот оклик, он переводит в аффекты, давая еще определение. И приходит к выводам, что теория субъекта должна быть, если она остается, то она моделируется на уровне аффектов. Аффекты – это микро. Штуки, которые не имеют, ну, скажем так, микроинтенсивности, которые еще не приобрели своей семантики. Она очень ровная. Она, наверное, жестко не привязана. И, как я понимаю, там целый лукан в копейске. Не совсем понятно, что он думает. Потому что, скорее, пафос, скорее, разрушение, чем созидание. Что созидается, я так вот понимаю. То, с чем мы имеем дело, он прорисовывает, да, вот этот кибернетический субъект, так название, текучий такой. Ну, к чему надо склониться? Бегство. Там вот есть это, вот в самом, ну, в выводах. Вот у меня с бегством как-то по-другому получается. Вот, мне кажется, так. Ну, давайте, как бы, пойдем все-таки по тексту. Значит. Очень долгое исследование риторики, десятки лет, занимало место в теоретизации производства субъективности. И, значит, теория Альцюсера, эта интерпелляция полностью обеспечивает достижение материалистической цели критической риторики, взламывая идеологию сферы простых идей через рематериализацию идеологии как агента социального воспроизводства. Скажем, критическое было поведение, но многие знают, что Альцюсер определил идеологию как действующего агента в сцене интерпелляции. Будет полезно еще раз взглянуть на оба ритуала признания в его исходных текстах. Наиболее интерпелляция – это признание, вмешательство, которое приводит к видимости. Знаете, наиболее цитируемая сцена полицейского, который – идешься по улице, вдруг тебя… Эй, ты, стой! И превращаешься в субъекта или в гражданина. И есть другая сцена, когда, значит, приятель звонит в дверь, спрашиваешь, кто там – это я. Открываем дверь. Значит, здесь есть две позиции – как бы ты и я. И поскольку они две маркируют субъекта, то они обе его одновременно сажают в тело, материализуют и вписывают во власть. Правильно? Индивидуализировано. То есть есть предзаданная схема, сцена какая-то, в которой нужно индивидуализироваться, чтобы в нее войти и чтобы войти в тело. У нас в сетевых репостах вот этого «я» нет. Тот агент, который стоит за репостом, он не называет «я». Соответственно, перед нами либо новый способ материализации, либо этот агент дематериализован. Но все иллюзии по поводу того, что он дематериализован виртуален, ломаются, когда, значит, агент получает предложение о наказании. Но все наши действия не завязаны в пучок нашей субъективности. Мы можем работать... То есть сама вот этот акт идентификации это попытка как бы «эй, ты». Но стоит ли здесь «это я»? Я просто не понимаю ваших примеров, Там работают субъективы, где следить за протоколом технических проблем. Ну, и что-то как-то субъективную сторону, ну, типа в сторону дискуссора ясных, там, вставить, и оборачиваешься. Так же, как в хорошем, когда тебе позволяет идентифицировать сообщество и сообщество и так далее. Я просто из цифрового среды не поняла ваших примеров, потому что мы давно уже все не анонимны. И ты видишь, кто отметился в событии, ну, как бы, это такую же последовательность опускается. Может быть, что ты вербально не говоришь, что... Когда ты комментируешь репост, это уже другое будет. А тут как бы основной репост делаешь без подписи. Да, ну, кроме репост, какой пример? Репост, понятно, но... Это хитрый, тонкий момент, потому что, ну, во-первых, мы довольно долго существовали в сети в анонимности или в неполной анонимности, в желаемости своего образа. Этот период игры в образы был почти 20 лет. Анонимности мы лишились только в последние... Лишаемся сейчас, да, в последние пять лет. И это определенно мы понимаем, как захват со стороны власти. То есть... Но с другой стороны есть ли встречное движение? Оно есть по отношению к власти, как у Альцусыра, и, может, и у него нет, или оно есть по отношению к сообществу? Ну, во всяком случае... Не знаю... Но в тех мессенджерах, где допускается анонимность, мы ведь тоже периодически говорим это я, да, без всякого облика. И... То есть мы материализуемся, но без... без получения гражданства. Если взять вот ту критику, где кто-то из философов предполагает, что Альцусер не субъекта делает, а гражданина, оклик полицейского, то у нас появляется как бы альтернативная ситуация говорить «я» там, где нет отклика. И, может быть, вот здесь будет какая-то развилка. за какой-то политический комментарий на форуме он был нодом в сети Дора, то есть он пропускал через себя пользователей как раз характерный пример, когда вот вот эта интерпелляция как раз-таки очень конкретно демотивным способом является. То есть нам нужно за это множество действий и множество каких-то производств нужно найти одно юридическое ответственность. Как раз мне кажется, это вот вполне в таком классическом виде срабатывает но с другой стороны безоспецифики текущего момента специфики интернета как раз она показывает проблематичность ситуации. Все-таки обращалась к человеку, тело которого собрано, оно материализовано, то есть там был референт. А сейчас референта нет, соответственно, она все время эта интерпелляция ловит либо не того, либо либо не за то, либо за какую-то глупость. Очевидно, есть в этом неадекватность. И дальше вопрос. это неадекватность это неадекватность, потому что они плохо ловят, скоро научатся хорошо ловить, или потому что сама машина ловля как бы не принадлежит этой ситуации. Опять хотите концепт. Ну и вот, значит, концепт. И дальше, значит, у нас возникает концепт идеологии, который выводится из Маркса для того, чтобы показать, как экономический базис капитализма скрывается от распознавания. То есть идеология это то, что прячет действительное знание. Но проблема в том, что вот Альтюсер написал эту книжку «Инструменты идеологии» или «Аппараты идеологии», где он рассматривал множество идеологических структур, семейных, социальных, властных и так далее. И показывал, что они, между ними, во-первых, есть какая-то гомология, ну, как бы патриархальная семья и репрессивное государство, они как-то связаны. Но что заставляло его так писать? Он взял концепт от Маркса, а дальше видят, что то есть он видит, что современное общество скрывает не то. Пальцу сыру имеет место то, что процесс узнавания в действительности является процессом неузнавания. для самих субъектов их субъективность является тофтологически транспарентной «я есть то, что я есть», тогда как Эль Сусор показывает, как субъективность производится голосом власти, который призывает субъекта бытию. Но то же самое делает Батлер. Человек по имени Чартланд замечает, что голос власти является риторическим и обнаруживается в учредительных документах, которые декларируют существование, хотя он обобщает понятие до самого акта обращения. Укладывая это в концепты, известные из риторической теории, можно сказать, что субъективность это идеологический эффект всякой подразумеваемой более широкой аудитории. Ну, вообще-то Батлер, на мой взгляд, в психике власти и в гендерных волнениях она ищет как раз субверсии. То есть она изучает вот это формирование субъекта через разного рода интерпелляций, не обязательно политические, но также культурное маркирование. Что? Но здесь мы уже находимся, если тусером, мы находимся уже в перформативной ситуации, потому что субъект никаким образом не задал. А перформативная ситуация предполагает, что мы не даже даже не то, что мы разгадываем, как есть на самом деле, а то, что общаясь с языками власти и культуры, мы в них вписываемся и сами себя обнаруживаем. Ну и дальше Альцусерта рассматривает то, как мы вписываемся и себя обнаруживаем внутри власти, у него ставка на то, что вот эти разные регистры власти могут быть несинхронизированы и тогда мы способны на политическое действие. Но он рассматривает регистры власти как разного рода идеологические аппараты, которые работают субъектом. И тогда его теория субъекта связана с определенной семантикой власти, с уже представленными политическими моделями. То есть она по существу критическая теория, у которой политический мантипатурный зазор будет только там, где мы оказываемся вне совпадения политических институтов. Но мы можем сказать нет только потому, что нет какому-нибудь политическому требованию только потому, что у нас есть защита собственного дома. Или нет сказать какому-нибудь уличному хулигану, потому, что у нас есть защита в виде права. нет отношения собственной власти. Поверили? Они в общем-то жестко заданы и предшествуют формированию субъективности. Они уже как-таки имеют взаимодействие и себя в них обнаруживают. Я вот так понимаю. Тут нет возможности для какого-то разборчива производства которое начинается снизу. Тут движение именно сверху. Вот в этой системе альтюсеровской тут это движение вот такое. А как я как понимаю теория эффекта позволяет развернуть эту схему и начать движение вот именно с этих чувствований с эффективных чувствований по складыванию дальнейшему формированию новой другой социальности ну или вообще это мне кажется в целом это скорее исследовательская оптика которая накладывается на нынешнюю ситуацию или на ту которой представлена ситуация и мы можем с помощью вот этого инструментария аффектов теории аффектов прочитать адекватнее чем с предшествующей теории идеологии интерпелляции которая вписана в эту теорию идеологии маркет того еще поле политического как действовать с этим в реальной жизни это всегда сложно можно то обычно исследовательство программы через теорию аффекта различать то что раньше было неразличимо как-то не формализовано и вот это наверное эффективная природа сообществ и субъективности она наверное вот особенно ярко проявилась сейчас в эту киберметическую эпоху и требует поэтому новых инструментов более эффективных вот давайте тогда попробуем само понятие аффекта с Эльцусера мы в общем разобрались производство субъективности во-первых не совсем связано с государством с властью и но это связано с лаканом вот мы опять приходим к теме депизации идеи депизации если это не политическая властная концепция то тогда согласно лакану это символическая концепция превращения как бы собирания вот всех непонятных интенсивностей в символическое имя или символический порядок значит отказавшись от Эльцусера кальп отказывается и от лакана но тут возникает еще одна хитрая штука потому что сила символического ведет нас по лакану через запрет к реальности но в соответствии с моделью лакана желающий субъект не просто подчиняется властному голосу но здесь публично представляется как устроенное отношение к воспринимаемым признаваемым разрешенным культурным объектом для его собственного наслаждения то есть вводится ну это уже разворачивается культура потребления соответственно появляется следующая аналитика что субъект не репрессивно захватывается а он как бы искушается через собственное желание но желает все тот же самый субъект и тогда его желание к потреблению и наслаждению не меняет самой вот этой эдипальной формы субъекта то есть ну в идеале мы неправильно критикуем эту культуру потребления она не мы потребляем не потому что мы или ловимся на эту культуру не потому что мы такие жадины такие жмоты и вот эта моральная критика которая обращена к субъекту здесь не работает а вероятно мы по кальпу можно предположить что культура потребления это материальные заместители аффектов которые не имеют возможности быть собраны в субъект то есть люди это делают потому что они в тревоге они не собраны и им не хватает материальности потому что сама вот эта вот как бы структура субъекта оторвалась от своей материальной локализации ну да когда шоппинг да но тут интересно что в ранних лакановских теориях или даже фрейдовских субъект был не вокруг материальности а вокруг принципа реальности то есть некого сопротивления вписанности в язык в институты власти в культурные ценности и это в общем такой набор скорее процентального свойства да фрейд мыслил субъекта через понятие культуры ценности порядка власти но при этом было бессознательное которое вырывалось ну как бы куда-то туда в сторону материальности но нуждалось в том чтобы быть либо понятым и представленным там не знаю фигурой отца либо быть ну либо вытесненным и нормализованным либо быть постоянной как бы постоянным подогревом культуры но нам важно что проекция это была на языки культуры нормы власти то есть все отсчитывалось по отношению к этим культурам то есть субъект эдипальный это вписанный вот в эти вот нормативные структуры а диэдипальный субъект у него он сам себя не считывает через эдипальные структуры символического он попадает в зазоры и тогда у него проблема что разваливается он сам и он не может собрать свою телесность в смысле какого-то конкретного образа героя и первое что он делает рассыпаясь а главная его проблема это материализация себя он не может плюхнуться в бессознательное неразобранное потому что ну наверное тяжелое психическое состояние раз отождествления дереализации и начинается вот это хватание материальных разбросов разбросанных каких-то материальных вещей но подается то это на теме как замена принципа реальности фаллогоцентризма поисками наслаждения то есть вот эта новая материальность она как бы скользит по объектам с непонятным с непонятной атрибуцией наслаждения и эта вторая ловушка достаточно как-то неприятная с одной стороны элипальная фигураца с другой у нас с стороны расщепленных и наслаждения это все как-то узел такой завязан и идет в постоянном пробегании через начальщики как я понимаю и какое-то впоследствии впоследствии схватывания этими означающими противополазную структуру структуру капитала ну так вы считаете неявным образом там же были теории культура наслаждения культура искушения вот этот вот бодрияровка седукция как бы искушения и казалось ну видимо это некая такая парадигма сопротивления другой политизации которая была выдана в районе 68 года то есть им казалось что они убегают от захватывающей власти и сделали ставку на некоторую сакрализацию свободы воли ей индивидуальности но этот разрыв когда индивид и его значения связаны беспроблемно им заполнить не удалось и отсюда запускается новая аналитика аффектов то есть мы отбрасываем понятие удовольствия но оставляй остаемся с вот этими интенсивными потоками которым нужно дать какое-то определение и вот тут начинается здесь разбор откуда по-моему нет вот да где шва где миллер и термин сейчас термин шов значит вот пока наслаждение набирает свою концептуальную властность значит проблема каким образом откуда берется символический порядок наслаждения и миллер предлагает понятие шов и точки пристежки имеется ввиду что если у нас больше нет вот этой вот лингвистической властной символической процедуры к которой мы пришиваемся то у нас есть разорванная символическая модель но в ней есть вот эта разорванность это то куда нужно вставить дополнительное значение то есть с одной стороны индивид получает разорванное поле и свою агентность он теперь может сам себя субверсировать то есть заполнить эти дырки дырки в символическом тем что он как бы хочет заполнить наслаждаясь и с одной стороны значит он получает агентность с другой стороны он лишается вертикальной подчиненности и тогда и тогда получается следующая большая проблема ну как бы Миллер предполагал объект агентного агентности да но какого типа это агентность Миллер говорит Шофф именует отношение субъекта к последовательности своего собственного дискурса дальнейшая разработка это точки скрепления соединяющие означающие означаемое благодаря которым означающие останавливает скольжение вот тут очень важный момент по-моему что такое остановить скольжение у нас поехала символическая система в одну сторону а ну там практики материальные эффекты не распределены по клеточкам и соответственно начинается разбалансирование означающих и вообще реальности да мы не очень понимаем где и что и чтобы остановить вот это вот качание мы добавляем собственные символические и таким образом определяемся определяем свою реальность да мы останавливаем вот эту дереализацию базовый уровень совершенно мы этого не фиксируем мы не осмысливаем не придаем этого смысла вот так какого-то субъекта мы это делаем по умолчанию само собой как бы это происходит но этим мы как раз только и заменим получается да при этом выступая активно пассивными такими элементами вот этого символического производства стабилизации и закрепления а как вот здесь на уровне сообщества то есть интерсудительность как здесь главный момент что мы останавливаем скольжение и мы определяем ну то есть территориализируем свою реальность сами не не языком власти и тогда у нас могут возникать ну какие-то малые сообщества но тогда у нас возникают разные реальности то есть ну то что мы называем как бы пузырями собственно собственными семантическими пузырями что-то не вообще уехало пузырями такой уровень реализации вот эти информирующиеся процессы как изначальных первичных таких и на этом происходит параллельно с теми работы идеологической машины то есть альтусера которая тоже никуда не делась а продолжает производить подчиняющие какие-то властные вот эти вот и их работа мне кажется что политическая машина наоборот старается вносить расколы вот в эти ну как бы границы и оппозиции в сообщества которые формируют эти точки пристежки и есть некоторая спонтанность идеологическая машина она уже действует как бы направленным образом не всегда эффективно ну то есть я хочу сказать что принцип идеологии сейчас другой если раньше она все сводила к определенным истинностным значениям то она сейчас она сводит все к расщеплению символического поля это сообщество должно противостоять этому сообществу и они как раз пытаются вплинить вплиниться вот в эти конфликтные аффекты то есть современная политическая машина она тоже работает на аффектах но не собирая их а разжигая там где вот это вот их работа наверное должна здесь с одной стороны менее на нижнем уровне создания складывания уже структуры более высокого порядка которые опираются на дейта на вот эти кибернетические всякие инструменты механизмы машинерию позволяют как-то направлять вот эти процессы с той или иной эффективностью почему мы действуем из такого допущения что современному субъекту необходимо вот это избегание скольжения и скрепление означающего и означаемого почему непременно это придаст какую-то там целостность и непременно нужно какие-то точки которые заполняют вот эти зазоры в нашей тотальности то чего нам не хватает чтобы склеить целостную картину почему мы мыслим такими категориями может быть все-таки правильнее рассматривать множественность как форму реальности и нет ли здесь самого онтологического разлома в том что мы все еще какими-то старыми категориями чем-то цельными нарративами думаем может быть это скольжение это и есть то что нужно и вот между диспозитивами власти тоже скольжение это и есть как бы наше нормальное состояние а вот эти сообщества с помощью которых мы себя пытаемся каким-то образом зафиксировать это тоже такой слабый ход что ли который дает временную уверенность в чем-либо и что правильнее может быть нужно субъектность переизобретать и все время ну короче в общем мы как-то очень так как-то гуманистически мысли это понятно вот этого бесконечного движения означающих и пристежки к ним стабилизации то есть мне кажется это самый такой низовой какой-то уровень работы с языком с символическим полем куда субъект вергается и где он как-то вот обнаруживает в конце концов себя и обнаруживает другого и с другим как-то взаимодействуя вот получает поддержку одобрение и складывается минимальное какое-то сообщество да наверное наверное да что-то в этот момент мы говорим об эффектах вот здесь то как раз и получаются вот эти вот интенсивности которые не схвачены символически которые не материализованы через или дематериализованы через скольжение языка появляются понятия аффекта которые ну которого в котором раньше не было необходимости и значит понятие аффекта имеет разное большую историю значит предлагается делюзом значит делю Масуми предлагает на основе делюза предлагает что аффект это ключевое понятие для перепродумывания власти в постмодерне после идеологии но еще задолго от этого делюз и гаватари заявляли что идеологии не существует никогда не было потом кто-то приходит и говорит что мы должны общаться отсюда свалить но предлагает свой язык описание вот этой реальности с которой соответствует один язык другой язык у Масуми то есть понятие аффект вышло видимо из распада идеологической матрицы из вот этого скольжения и отрыва телесного личного от символического порядка и делюз предлагает в качестве теории ассамбляжа попытку пересборки того что отвалилось и дальше в 80-е и 90-е с конца 80-х становится заметно то что как бы культурная власть особенно в смысле культурных иерархий делает свою работу минуя символический язык она работает на уровне мимикрии вот здесь ряд исследователей когда голливудское как голливудское кино смотрится и люди вдруг особенно там где это модные персонажи да еще и женщины которые воспринимаются через силу образа а не диалога они вдруг оказываются настолько влиятельны что граждане огромными массами меняют походку стиль отношений ориентируясь и мимикрируя под голливудских персонажей и тогда значит мы находим вот этот момент новой материализации которая страшным образом оказывается миметической материализацией и непонятно с непонятным механизмом как она прорывается в наши тела значит это все 90-е годы значит это все с ужасом прочитывают и начинается аналитика аффекта это вот это телесная мимикрия опять же получает определение аффекта но таким странным образом значит я переползаю в следующую главу которая банальная риторика положительные аффекты негативные аффекты позитивные аффекты надо следовать плохие аффекты должны подавляться хорошими ну да но как бы для дали важно было бороться с эдипом да то есть со все с мощью символического порядка и с теми процедурами которые вписывают материальность символический порядок соответственно что при этом мы хорошо знаем что есть культура чувств есть литература которая чувство отрабатывает есть можно нужно правильно чувствовать и более того чувство в кануне определенного чувства начинает набирать свою реализацию то есть просто так вот ты не можешь испытать что-нибудь даже чувство голода дети и даже коты иногда как-то волнуется ничего не понимают что они хотят есть дети вообще могут просто считать что они тяжело заболели а потом родители спрашивают а что ты ела как-то в свой день ничего и вот эта несформированность самоосознаний она она связана с процедурой символизации собственной интенсивности и дальше когда Делес видит что вот эта символизация оказывается эдипальной и в общем-то властной нет это не аффект это наоборот захват культурой нашей материальности получается культура эмоций культура там голода фитнеса нечто не отрефлексированное то есть уходит смысл или еще не нагружен с он как бы останавливается и дает пространство аффект вопрос Делеса а как назвать интенсивности которые потом соединяются в культурные чувства и он обращается к спинозе отсюда приходит аффект потому что это потоковые интенсивности которые определяются только за счет соотношения усиления аффекта ослабления аффекта хороший аффект плохой и это и есть основание философии процессуальной которая все время себя переописывает но это достаточно слабое основание потому что ну то есть это слишком общее основание надо еще понять как это работает ну вот это характерная черта указывается снижение внимания к смыслу вот такая амбивалентность акций и они приводят к неожиданным эффектам как аудитория как бы вообще должна исповедовать не какие-то взгляды политические общественно политические а по факту оказывается там после каких-то эмоциональных воздействий эти реакции могут радикально отличаться то есть зарабатывают более поп-лицки но такие харизматичные могут способы воздействия на аудиторию эмоции захлестывают да но они захлестывают потому что наша материальность то есть наши эмоции наши практики не схвачены той символической моделью в которой они раньше были сквачены это потому что они больше не собираются и дальше вот есть очень интересно не собираются в саму шкалу чувствований но точно так же как там сексуальность не собирается в бинарную сексуальность это же того же времени теории все эти шкалы флюидности фиксировать вот эти воздействия не удается вот такой вот вот как бы не факт потому что машина не может формализовать аффекты не может ну то есть власть не может давать описание определения аффектам потому что это скорее проблема культуры людей самих и аффекты и эта рефлексия осуществляется и посредством рефлексии вот как этим аффектам придаются смыслы и тогда уже здесь происходит именно кристаллизации периодичная вторичная или ну вы предполагаете такую прежнюю модель власти которая хочет все структурировать а если я говорю о как бы спонтанном самопроизвольном складом то есть вот вас чувствующих субъектов они должны как-то обсудить наверное обнаружить в себе вот эти чувства дать им смысл и под этим смыслом уже подписаться отчетливо какая-то наша вот позиция мы с ней всех не согласны я думаю это на каждом шаге мне кажется ну как бы мы разбираем что аффект появился не ниоткуда а из целой цепочки событий культурных трансформаций и вот как бы 90-е начало 90-х Джеймисон говорит что аффект затухает под затуханием аффекта он имеет ввиду чувства разваливаются люди больше не знают как чувствовать другие говорят что наоборот аффект высвобождается то есть что высвобождается высвобождаются интенсивности которые больше не организованы в систему чувств и в систему психической какой-то саморефлексии и отчасти адекватности то есть аффект это видимо как бы мотор для перехода одной культурной ситуации в другую слово одно как мы говорили слово одно а смысл совершенно разный один был аффект в эпоху модерна такой романтически окрашенный аффект и совсем другое дело аффект вот сегодняшнего дня особенно сегодняшнего гиперметичности такой вот продукт или пеномен спинозист плеханов аффектом считал волю пролетариата к новой жизни значит делез аффектом считает высвобождение интенсивности которые чреваты как бы новыми культурными понятиями новыми культурными там разрезами да вот здесь вот у тебя было одно чувство романтической любви а сейчас у тебя тревога влечение нежность ну то есть я назвала традиционные на самом деле чувства очевидно что это этот стол который назывался любовью заполнен уже десятком чем чего-то другого что мы ловим через очень странные понятия не знаю в основном социофобии и депрессии но это очень малый набор и эйфория даже уже больше почти не используется то есть вот эта депрессия становится как инвалидным креслом для огромного количества то есть паразитом символическим паразитом для огромного количества разнонаправленных интенсивностей и вот здесь есть еще интересные сальдомора интересная ситуация где еще до вычленения аффекта льдомора работает в традиционной модели системного мышления и он говорит что как бы вот наша новая политическая программа это индустриализация экология правильное построение перемещение машин транспортов грузов тепла воды и так далее и при этом у него это обращение к итальянскому народу понятия народа вот этой сборки по классическому варианту как духа нету а он предлагает пересобирать как бы политическую программу народа как множество таких технических данных и тогда уже это наверное 80-е когда его убили 70-е годы и тогда уже начинается вот этот отказ то есть работа политики работают не с политическими субъектами а с дисперсными сущностями которые скорее технически понимаются чем через индивидуальности и в принципе он то есть это строить там здания автострады и так далее и при этом его речь достаточно успешна он популярный политик и как бы не имея еще дигитальной культуры в своей постоянности люди принимают такой дигитализированный виртуальный способ сборки а что там у позоления как-то этой нет в смысле позиция значит мора можно рассмотреть как неконститутивную риторику в которой он применяет риторику производящую субъективность посредством эффективного соблазнения не ухиждая народ и совсем то что я сказал я считаю что риторика мора производит такой тип субъективности который называется машинным порабощением ну вот речь обращена не к человеку а непонятно к чему к какому-то воображению общества народ не народ избиратель такое множество с которым никто лично себя не не идентифицирует так же понимаю скорее такая безличка которая и добавит позамер гязнь такую островую ну то есть речь идет речь идет даже не о том что эти субъекты подчинены а о том что они уже порабощены на самой вот вот про агентность мы не знаем но субъектности они лишены и тогда вопрос а может быть у них агентность собирается другим способом поддерживают молчаливо поддерживают тема власти которые имеют место вот именно такой приторики каким-то образом срабатывают но этот же тип приторики советский перед перестройкой не сработал значит ну вот смотрите советский субъект строился через пятилетки через увеличение производства через расширение там профсоюзных санаториев получение индивидуального жилья вот это как бы сложный такой момент он строился через как бы метрики которые не обращались к субъекту напрямую а скорее обращались к общему ну к народонаселению как субъекту сама машина должна быть вот эта инфраструктура которая идет язык инфраструктура инфраструктура нужна на работу если она в советском союзе потерпела крах то вот в Италии ей как-то более успешно стало засентировать так я понимаю риторика то есть вообще-то мне кажется ну в Италии это не очень потому что левые и моры проиграли а вот у нас это оказывается довольно неплохо работало на протяжении многих лет но у нас просто было у нас была зато вторая культура места отсутствующие от идеологии то есть мне кажется что вот эта аналитика очень подходит к переописанию ну как бы альтернативных может быть хорошая теория будет описывать и культуру потребления и культуру потребления ну как бы такого деперсонализированного там не знаю обещания плана будущего развития то есть она работает если классическая критика капитализма не работала в критике советского то эта критика будет равна работать и там и там советская идеология перестала работать в 70-е годы а может быть даже и в 30-е и возникло общество которое называется вне находимости то есть в любом учреждении физическом институте где-то еще была большая оппозиция в курилке они делали концерты приглашали музыкантов в каждом институте потому что вот эта система идеологии перестав работать стала очень как бы деревянной и очень схоластической она не различала то что происходило в действительности ну как мы знаем рок-клуб там сам издат и так далее и это ну то то что известно а вообще вот всякие слова да они все диссиденты сколько в стране диссидентов 240 миллионов это что значит это значит что в свободное плавание выходит вот это вот необходимость сшивать то есть шов точки пристежки становятся задачей целой большой культурной социально-политической модели и дальше мы смотрим что вот это вот аффективное брожение в поисках самоопределения приводит к обрушению систем и она довольно быстро все 90-е годы берет одну модель другую и в результате находит опять какое-то опять какое-то формально формальную структуру но которая уже не работает на идеях а работает на конфликтных аффектах сначала запускаем материализацию через потребление потом через подозрение вот сейчас у нас такая конспирологическая форма работы с аффектом и в принципе вот вся репрессивная машина она же тоже репрессивная не для чего-то она репрессивная в смысле неясной конспирологии с непонятным концом но при этом хочется бы хотелось бы знать еще теперешней политической машине с инагентами и так далее потому что здесь нет позитивного варианта и там я Эткинда недавно смотрела у него дочь Немцова спрашивала а вот вы же общаетесь в разных кругах и профессорских и так далее вот сейчас в университетах преподают патриотизм вы можете сказать что Эткин говорит что это большая государственная тайна все его преподают никто не знает что это такое соответственно это как бы конспирологическая негативность негативность не в смысле там бытие есть бытие нет а в смысле что тайна этой идеологии в том что у нее нет нет смысла и тогда ее то есть она точно так же проходит через современный аффективный поворот и тогда ее работа будет заключаться как у векторалистов но не в присваивании чужих изобретений а в поломке чужих связей то есть она очень чувствительна к аффектам там не знаю боли тревоги и она работает по ним не умея как бы производить но она никогда не производила машина но она могла удерживать какой-то смысл но граждане по-прежнему производят смыслы другое дело что в ситуации поломки граждане будут производить суеверные смыслы ну как бы либо будут создавать свои пузыри свои микросообщества которые не будут видеть других либо это будут ну да как бы мы же все боимся и видим сейчас эти суеверия то есть как бы ситуация описывается как бы следующим образом да вот мы подошли дошли к концу аффекты имеют решающее значение для машин машинного порабощения которое является языком инфраструктур то есть это не собранные в субъектах интенсивности но при этом у нас есть точки пристежки да и есть производство соответственно какой-то у него тут вывод был я перехожу к выводам конкретно какой вывод вывод когда вы какие слова вывод какие слова вывод В отличие от советской власти, которая всех сшивала на определенную идеологию, риторику, позитива, там был какой-то смысл, хотя бы в части риторики социальной ответственности, то современная власть всех сшивает через разрыв, ненавидьте геев, они, значит, это оскорбление. И вот это вот сверхчувствительность. Ну как, перепугать. Сейчас только почтите. Почтите. Или вы легко с ними вживались в конфликте? Ну как, разочи не касаются. Меня как-то не касаются. А вот даже по-другому, позиция, это означающее, не касается. Вот это бедро звучит. Такая нейтральность. Но вы на самом деле не касается, не касается, не касается, не касается. Нет. Нет, она касается, не касается. Поддержание своего существования. И устроение всех опасных угроз. Потому что там косвенные слова понималось, что советская власть, она как бы обращается к какой-то группе. А современная, видимо, обращается к какому-то прямо единичному индивиду. И вот я как раз хотел узнать, как обратиться к единичному индивиду. Просто, как бы мне видится, что сейчас тоже как по группам. Вот. Не знаю, как еще. Как-то крючки. Обратиться. Нет, скорее, просто простой. Большой другой. И, поэтому я и спрашиваю. Спасибо. 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 В либеральной демократию? Если там нет защиты в классической форме субъекта, то это, ну, представляем себе бедного англичанина из краев Лондона, который идет... У него профсоюзы уже побеждены, у него нет профсоюзной идентификации. И он получает рождественскую премию и идет покупать на скидках телевизор. И там большая очередь таких же ждущих скидки рабочих, которые разбивают стекло и врываются в магазин. Вот таких картиночек было много. И, соответственно, что происходит с этим человеком? Мы же не будем говорить, что да он вообще такой безнравственный, вот, одержим потреблением. Мы будем говорить, что этот человек потерял форму репрезентации через субъекта, свою сборку. И дальше он пытается пересобраться через потребление. Ему говорят, что он может обладать большим количеством потребляемого товара. Потому что главное для него это пересобраться через удовольствие. Но удовольствие – это не сложная смысловая характеристика. Оно вообще вышло из неопределяемого бессознательного. Ну да, не знаю, эрос и так далее. И вот сейчас это не работает. То есть оператив материального благополучия не работает? Так же? Да, потому что эта сборка не оказалась убедительной. Ну, потому что… Да, и если эта сборка через удовольствие, через качание в себе кролика, нежного кролика не сработало, то мы опять оказываемся в ситуации, аффекты циркулируют, то есть аффекты как интенсивности циркулируют через нас. Мы диссоциированы со своими… со значающими. Мы находимся на грани утраты смысла, но при этом мы этот смысл и производим. Поэтому, мне кажется, поэтому очень активны малые культурные сообщества, которые постоянно производят смысл. Но их ценность не в том, что они борются с гигантом власти и контроля, а в том, что бороться не с кем. А в том, что они заполняют швы новым смыслом, которым они пытаются ловить. Большинство, так называемых субъективностей, они же не осмысливают тот процесс, в котором… Вот вы говорите, смысл, 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 а смысл дело не на поле. Они так лишь, как и будет. Ну, мы можем социологически об этом рассуждать. Нет, мы же не можем делать. Вот закон, он как бы сам сидел, а такие смыслы… Вот этим смыслом ни до кого не стычит, даже до кого не стычит. Для того, чтобы… А власть, которые хотят… Они вот, как говорится, для каждого клиента… Нет, чтобы вызвать… Я не имею в виду, чтобы вызвать аффекты каждому активному. В отдельных группах может быть аффективное состояние. Потребность благополучия, наверное, доминирующая на индивидуальном уровне. Нет, давайте уже подходить к выводам. Вот мне кажется… Вот потребность благополучия или потребность в духовном удовлетворении, как у нас сейчас, да, это равно малоосуществимые штуки в духовном удовлетворении, потому что нет вертикали в благополучии, потому что мы не знаем, чего хотим. Вот эта вот концепция материализации через удовлетворение, она довольно странная. Но зато, мне кажется, что начинается очень важное… Важное переопределение, какая-то новая парадигма схватывания аффективной интенсивности. И мы видим, как последние десять лет увеличивается количество культурного запроса, экспериментального, социального… В своем слое, очень узком, нерепрезентативном, если опять же социологически, эта потребность не отражает общество, там, мы говорим, страна, народ. В такими категориями, конечно, и не стоит распространять. Где эта потребность? Она вот-вот… И тут все считывается сразу, когда ты смотришь. Чем народ заполняет вот эту нехватку? Куда он устремляется? Как он производит вот это сшивание, этих незаполненностей, этих пустот символического ряда капанных? Вот так. Покупает, покупает, переживает, берет ипотеку, берет кредит, переживает, теряет, опять встраивается. Но личная безопасность, личное благополучие – вот это, мне кажется, базовые такие вот потребности. Вы противоречите. Если они все время берут кредит и теряют, приобретают, и все это не делают, то где здесь безопасность? Как устроена та же подача вот этих кредитных услуг? Позволь тебе сегодня то, что ты можешь… О чем ты мечтал только завтра? Ну, это же раскручивание опасности и зависимости, да? Это вот то самое, что называется машинным… Если у тебя есть работа, то ты, в общем-то, этот кредит можешь вернуть. Ну, пока еще откуда-бедно этот баланс как-то сохраняется. Равновесие. Оно не приводит к социальным взрывам, да? Каким-то таким… нежелательным эффектам для власти? Ну, у кого какие еще идеи? Мне кажется, что… Я начитала доводы в свою… И Сергей в свою сторону… А я не вижу только вот этот призыв к эскапизму… Это вы… Это вы… Вы из текста нашли призыв к эскапизму? Я нашла призыв к пристежкам… А, это Делезовский призыв. Это Делез, видимо, с наслаждением так своим разобрался. Как спастись, короче… Ага, сейчас… И в конце жизни Делез осуждает присуще юному поколению странное стремление быть мотивированным, как часть новой системы доминирования. И бежать в вакуоле некоммуникации. Для того, чтобы быть пиратом или вирусом. Ну, мне кажется, что да, это как бы такой итог аффектированного понимания так наслаждения. Так это разное, взаимоисключающее. А дальше он говорит, возможно, я и согласен с этим, но… Это самое последнее слово. Да, то есть, возможно, согласен к тому, что я уже революционно-коммунистически тоже настроил. И все-таки и все. Да, но все-таки придем в будущем критикам. Давайте спейте, если как могут это поставить… …поддерживать неясное сознание, чтобы сойтись до пересечения рациональной логистики, осмысливать то, с чем мы сталкиваемся, осмысливать собственные аффекты, которые, вообще говоря, пока они не осмыслены, они аффекты и есть. А если их осмыслили, мы осмыслили, они уже не аффекты. Это уже нечто подсчитанное, да? И, значит, рациональная логистика и бегство. Может быть, как исход, как спасение. Куда? Ну, я не исключаю вообще хейдер, религиозных даже, может быть, катаклизмов. То есть, вообще, тяга к этому есть. Какая-то вот эта пустота, как говорите, духовная потребность – пустота. У большинства это пустота. В большей части, я считаю, населения нет будущего, нет образа будущего. Мы, как бы, конструируем какое-то прошлое и его пытаемся поставить в будущее. Это… Это… Да, и куда мне аффекты складывают? Я как вижу, я вижу так. Нет, подождите, мы же обсуждаем, куда складывают аффекты, да? Это аффективная паразитма. Субъекты строятся через аффекты, власть через аффекты, и тут есть своя логика. Субъекты пытаются вырабатывать свои смыслы, а власть пытается ими манипулировать, да? Ну, как бы общее поле. Да, да. Власть производит аффекты, субъекты производят аффекты. Субъекты – символизацию своих аффектов, да? Нахождение определения. Да. Ну, то есть творчество. Ну, это один из путей он указывает, да? Да, но это творчество. Рациональная логистика. Вот, логистика. Это что, вполне такое вот… Ну, это скорее поэтика, наверное. Это скорее поэтика, когда мы пытаемся дать аффектам определения. Поэтика? Поэтика… По шине к аффектам? Даже не знаю. Ну, поэтика здесь… А аффекты как топливо, может быть, энергетическое топливо, из которого можно выплавлять какие-то те или иные смыслы, да? Кристаллизация смыслов, наверное, и может дать какой-то горизонт, позволяющий вот к этому горизонту стремиться. А кристаллизация смыслов идет, как мы знаем, из разрывов, да? Ну, разрывы… То есть мы в ткань разрозненную, в пухлую ткань нашей реальности вбиваем гвоздики. Вот такие… Ну да, разрывы. Разрывы, потому что очень сложно осреднить то, что мы узнаем каждый день. Узнаем, да и оно никак не было. Там вот живешь в абсурдии абсолютно, да? И делаешь точки-трестерки, да? Да, ты спасаешься, как ты едешь на своем уровне, находишь возможность продолжать это существование, да? Да, но реальности как таковой нет. Реальности пока нет. Ты в ожидании, в надежде, что она когда-то вот в себя явит и в каком виде даже это непредставимо. Вот это будущее непредставимо. Ну, как же, рай… Ну, рай вот так вот только если… Я говорю, трансцендентное тут где-то вот оно… Хорошо бы к нему припасть. Ну, это мы в прошлый раз взбирали… Да. Ну, кстати, да. Это сопрягается вот с этим хайпом. Не факт, а символичество связано с гиперверием, да. Производство гиперверия, когда перехлёст происходит этого производства, возникает хайп, да? И на хайпе, на волне хайп… Это хайп на тот же аффект. Просто более масштабный, более как-то выраженный, может быть, эмпирически выраженный. Его можно, наверное, представить, можно его показать, вот он, вот он аффект, вот он. Посчитать там в лайках или в чём-то ещё, в просмотрах. Это не обретение смысла, да, не символизация. А вот следующим шагом нужно, наверное, подразумевать какую-то рациональную логистику. Что с этим аффектом? Как он вообще? Позитивный или негативный? Этот аффект мы должны подавить другим позитивным по спинозе. Или с ним свыкнуться, смириться, погасить его, он перестанет быть аффектом, станет нашей рутинной повседневностью, и мы так и будем жить. А откуда берётся креативность в вашей системе? Креативность? Да нет системы. Алла, это вот что-то вот такое вот произвожу. Да вообще, по-моему, вы просто… Креативность, она вообще на индивидуальном уровне, наверное, да? Мне кажется, что вы поёте такую очень драматическую похоронную субъекту. Субъекту, который мирится с существующим положением дел, да, он должен умереть, должен родиться новый субъект. Да, вот с этого места поподробнее, да? Который сломает вот эту машину, машину вот этой вот властно-эффективной какой-то машины, инфраструктуры и развернёт… А, то есть герой. Вы ждёте героя? Нет, нет. Ну, каждый тогда может стать героем на своём месте. Или мы все герои. Героизм уже… Ну, ладно. А если мы все, то тогда креативные сообщества. А вы же отрицали их существование. Нет, я не… Ну, говорили, что это статистическая погрешность. А, да. Оно… Ну, если мы говорим о массах, о потребителях, о миллионах тонн нефти, там, угля, там, чего-то такого, и вот это вот креативное сообщество, оно пренебрежимо малая величина. Оно не влияет на общие показатели. Ими можно пренебречь. А когда ими нельзя будет пренебречь, за ними придут. Их считают… Так, какое тут креативное сообщество? Что экстремизм? Всё и сюда, в кутузку. Вот так. Тут такая проблема, что когда общество перезапускается через другую мерность, другие формы чувственности, сочетание, соединение сообществ, то мы не можем сказать, как бы одной ногой мы говорим, да, аффект – это микрофизика. Да, он требует совсем другой символической идентификации. Но если так, то мы не можем говорить, что власть обладает некой универсальным целополаганием, которое будет всё контролировать. Ну, вот, которые придут, да, то есть вы их так мыслите, что они… Нет, мы не про определение. Просто вот этот момент придут… Что такое власть? Когда мы говорим «придут», то мы предполагаем некую логическую последовательность тех, кто… А если мы говорим об эффективных измерениях и при этом атрибутируем их вот эти нового типа субъекты, которые… Ну, наверное, эти субъекты тоже перезапускают значения, а вот они тоже перезапускают значения, но у них другие аффекты. То есть я пытаюсь встроить эту… Вашу логику «они» в теорию аффектов, да? То есть у… Тогда мы можем предположить, что есть своя эффективная отробленность у индивидов, у институтов, у… Нет, 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 подождите, с народами не получится, потому что это не функциональная модель. А вот как бы у институтов может быть, да, и у… Ну, там, социальных групп, там, полицейские. Мы видим, что у них может быть или социальная группа администраторы. Они могут производить свои аффекты. И потому что раньше они формировались как администратор, там, где я директор завода, я отвечаю за, там, весь завод. Сейчас администратор в основном отвечает перед, ну, увольнением перед другим администратором. И тогда они порождают аффекты, которые как бы не атрибутированы, не атрибутированы к их субъектности. Да, если мы говорим о формации, вроде, государственных образований… На наших глазах ещё. Когда раз, новый министр обороны Украины, или кто там он сейчас, да… Если только, то мы ему… Ну, такие вот фразы касаются. Правда? Нет, мы закончим на том, что мы… Мы попытались собрать новую топологию субъекта. Но эта топология субъекта имеет отношение к пересборкам аффектов, а эффекты – это не семантизированные интенсивности. И это всё каким-то образом коррелирует с нашей технологической культурой, с большими данными и способами их сборки. Но, собственно, главное было столкнуть себя с памятными теориями субъекта вот в эту новую проблему пересборки субъективности через ряд новых понятий. Большие данные, аффекты символические, как бы кучи, если раньше были порядки, то теперь кучи и кучки. И мы предполагаем, что сборка через эту новую аффектированную субъективность даст гомологично сборкам современных там креативных сообществ и даже властных сообществ. Потому что все работают с микрофизиками, и все ищут способы сборок. И здесь как бы индивидуальные сборки и креативные сообщества, аффектированные сборки институтов оказываются в политическом противостоянии, похоже. И это, наверное, можно связать с новыми формами политического. Ну вот, наверное, на этом я закончу. Спасибо. 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 Спасибо.